Всем привет, меня зовут Дима и сегодня я расскажу как настроить выгрузку данных из одного сервиса в другой через систему Apex Drive. Это нужно чтобы в автоматическом режиме передавать например новые лиды из рекламного аккаунта Facebook в Google Sheets, создавая там новые строки или передавать данные в сервисы SMS и email рассылок для того чтобы в будущем иметь возможность взаимодействовать с этими контактами. Также вы сможете передавать данные в CRM систему создавая новые сущности лида или сделки на основании данных из Facebook. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать одну из 200 готовых интеграций. Вы сможете ее выбрать найдя в списке или воспользоваться категориями CRM системы, чат-боты, конструкторы сайтов, CMS системы, маркетплейсы, рекламные системы, сервисы Google и так далее. В данном случае нас интересует система Facebook. Теперь необходимо выбрать действия. Загрузить лиды. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать логин и пароль личного кабинета Facebook. Далее переходим к дополнительным настройкам. На этом этапе вам необходимо отметить галочка рекламной страницы, по которым вы хотите получать новые лиды. Если после подключения аккаунта Facebook у вас появится доступ к новой рекламной странице, вам будет необходимо через инкогнито в браузере повторить подключение Facebook к системе Apex Drive, для того чтобы на этом этапе отметить галочкой новую появившуюся страницу. Я рекомендую на этом этапе отмечать галочкой сразу все рекламные страницы, для того чтобы в будущем иметь возможность с ними работать. Все галочки доступа оставляем включенными. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его. На этом этапе вам необходимо выбрать рекламную страницу, по которой вы хотите получать новые лиды. Если вы хотите получать лиды сразу по всем рекламным формам, оставляем да подключать все текущие и новые формы. Если вы хотите получать лиды по каким-то конкретным формам, выбираем нет настроить формы индивидуально и отмечаем необходимые формы галочкой. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных, в данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. На этом этапе вы видите данные по одному из ваших лидов. Если на этом этапе данных нет или здесь отображаются тестовые данные Apex Drive, вам необходимо дождаться реального лида или сгенерировать тестовый лид через бизнес-менеджер Facebook вручную. После того, как вы это сделаете, кликните загрузить тестовые данные из Facebook и когда на этом этапе отобразится реальный лид, кликаем далее. На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных вы можете выбрать один из 200 готовых сервисов, также указав его из списка. Или воспользоваться категориями. CRM системы, мессенджеры, email сервисы, SMS сервисы, сервисы Google и т.д. В данном случае нас интересует система Google Sheets. Далее необходимо выбрать действие. Мы хотим, чтобы при каждом новом лиде создавалась новая строка, поэтому выбираем действие «Добавить строку». На этом этапе необходимо также подключить ваш аккаунт Google Sheets к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. На этом этапе необходимо обязательно отметить все галочки доступа. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его. На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, на который будут добавляться новые строки при каждом новом лиде из Facebook. Если в первой строке таблицы у вас прописаны оглавления колонок, они подтянутся в скобках напротив каждой из них. В эти колонки вы можете назначить переменные из Facebook. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые колонки заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Google таблицы в виде новой строки при каждом новом лиде из Facebook. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». После успешной отправки переходим в Google таблицу и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление для того, чтобы в автоматическом режиме новые лиды из Facebook передавались в виде новых строк в Google таблицу. Но мы хотим добавить еще один прием данных для того, чтобы лиды из Facebook дублировались в email-сервис MailChimp. Для этого кликаем по серому плюсу и выбираем «Добавить прием». Система также спрашивает, в какой сервис мы хотим передавать данные. Выбираем из списка MailChimp. Теперь необходимо указать действия. Добавить новый email. На этом этапе нам необходимо подключить аккаунт MailChimp к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет MailChimp. Далее переходим в настройки профиля. Переходим на вкладку Extras API Case. Если у вас уже создан API ключ, вы можете его использовать. Если нет, кликаем по кнопке Create a Key. Я буду использовать уже созданный API ключ. Обратите внимание, чтобы статус ключа был включен. Когда необходимое поле заполнено, кликаем сохранить. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его. На этом этапе нам необходимо выбрать список, в который будут добавляться новые email'ы при каждом новом лиде из Facebook. Теперь мы видим поля MailChimp для создания нового контакта. В эти поля можно назначить переменные из Facebook. Для того чтобы это сделать, кликаем в поле и выбираем необходимую переменную. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем продолжить. На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в MailChimp при каждом новом лиде из Facebook. Если что-то не устраивает, кликаем «Редактировать» и возвращаемся на шаг назад. Для того чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в MailChimp». После успешной отправки, переходим в MailChimp и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка второго приема данных MailChimp успешно завершена. Теперь давайте добавим третий прием данных CRM-систему Zoha. Также выбираем в списке CRM-систему Zoha. Теперь необходимо выбрать действие. Создать лид. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Zoha к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать логин и пароль личного кабинета Zoha. Теперь необходимо разрешить Apex Drive работу с вашим аккаунтом Zoha. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его. На этом этапе вы видите поля Zoha CRM для создания нового лида. В эти поля вы можете назначать переменные из Facebook. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Аплодисменты. Аплодисменты. . . Продолжение следует... Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Zoha CRM в виде новых лидов при каждом новом лиде из Facebook. Если вас что-то не устраивает, кликаем «Редактировать» и возвращаемся на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные» в Zoha. После успешной отправки, переходим в Zoha и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка третьего приема данных Zoha CRM успешно завершена. Теперь при появлении нового лида в Facebook он будет отправляться в Google таблицы в виде новой строки, он будет добавляться в MailChimp, а также будет создан новый лид в Zoha CRM. И теперь можно включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи! Продолжение следует...